Все три дня ход голосования отслеживали в штабе по наблюдению за выборами при региональной общественной палате. Для этого в ситуационном центре смонтировали огромную видеостену с восьмью экранами, на которых непрерывно в онлайн-режиме транслировалась картинка, как идет голосование. Одновременно можно было видеть 48 точек, а всего к этой системе подключили 391 участковую и все 39 территориальных избирательных комиссий. Причем не только из столицы Черноземья, но и из самых дальних сельских муниципалитетов, там, где установлены камеры наблюдения. А там, где их не было, запись велась на видеорегистраторы. И в случае каких-то спорных ситуаций в общественной палате могли отмотать картинку на конкретный час и минуту, чтобы развеять или наоборот подтвердить сомнения. К этому привлекали и тех гражданских активистов, кто в дни голосования приходил в ситуационный центр и мог с помощью персонального ноутбука контролировать ситуацию в конкретных избиркомах. Но еще больше общественных наблюдателей, а всего с 1 июля специальную подготовку прошли 4400 человек, работали непосредственно в поле, то есть на самих участках для голосования. Их миссия будет завершена только тогда, когда огласят итоги выборов. Причем это касается и подсчета результатов дистанционного электронного голосования, которое, напомню, впервые было использовано в Воронежской области. Будем смотреть до конца подведения итогов, пока подсчет голосов будет идти, работу каждой комиссии можем наблюдать. Причем мы это наблюдаем не только на стене, мы можем это вывести на персональный компьютер наблюдателя и посмотреть именно конкретный участок, более приближенный, то есть работать с видео мы можем. У нас отдельная группа, которая контролирует именно ДЭК. Наш представитель работает в том числе в федеральном общественном штабе, контролирует и смотрит. Более того, мы сами сделали общественный контроль. Наблюдатели – квалифицированные специалисты, прошедшие обучение в территориальной избирательной комиссии по дистанционному электронному голосованию. В Воронежской области на дистанционное электронное голосование подали заявления более 72 тысяч избирателей региона, что составляет где-то 4% от всех избирателей. Чуть больше половины – это город, и остальная часть – это районы Воронежской области.